Более 3,5 тысяч человек и около 300 творческих коллективов из всех районов Московской области приняли участие во втором областном смотре творчества ветеранских организаций Подмосковья. Конкурс продолжался около года. Участникам пришлось много трудиться, подготовка, разъезды, концерты. Однако это их не утомило, ведь для победы им нужно было делать то, что большинство из них и так любят больше всего – заниматься творчеством. Дипломы лауреатов получили 9 представителей ветеранских организаций из нашего района. Перед тем, как забрать награду, участники еще раз демонстрировали свои таланты. Это награда, я радуюсь за свой труд. Это, конечно, я рада, но очень рада за людей, что они так поняли, что они очень рады этому. Это их наш труд совместный. На конкурсе были представлены все виды творчества. В рамках смотра проходили отборочные туры по 9 номинациям. Хоровое искусство, вокальные ансамбли, сольное исполнение, танцы, выступления семейных коллективов, авторская поэзия и проза, живопись, декоративно-прикладное и кулинарное творчество. И Одинцовский район оказался лидером как по количеству участников, так и по числу победителей. Такие результаты, они нас не то что порадовали, они нас действительно поддержали и вселили силы, то, что у нас талантливые люди. И мы сумели организовать и показать именно те таланты, которые присутствуют у нас в разных номинациях. И такого большого количества дипломов ни один район не завевал. Мы первые. Своим творчеством зрителей порадовали семейный коллектив «Эксперимент», военный поэт Владимир Яшин, хедмейкер Наталья Харитонова, сольный исполнитель Штраух Леонид и другие не менее талантливые жители нашего района. Ах, какая женщина, глаз не отведет, за нее без памяти на костер пойдет. Мастерство участников оценивало профессиональное жюри, которое возглавил народный артист СССР Иосиф Кобзон. Памятные подарки были также вручены представителям Советов ветеранов и журналистам, тем, кто помогал участникам выполнять главную задачу смотра – сохранять память о Великой Отечественной войне. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».